Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы поговорим о периоде, который очень многими историками, публицистами почему-то до сих пор называется периодом застоя. Вот сразу хочу сказать, что этот термин, он очень относительный. Если период оттепели, термин, который всеми принят и не обсуждается его правильность или неправильность, то термин застой является достаточно спорным. Дело в том, что появился этот термин в конце 80-х годов. Термин оттепель появился уже в сам период хрущевских реформ. Застой появился позже. Причем появился он со вполне конкретным определением. Это касалось прежде всего экономического развития Советского Союза в тот период. Почему же именно застой? Дело в том, что советское руководство и, в частности, Михаил Сергеевич Горбачев, при котором, собственно, этот термин и появился в таком вот широком контексте, считали, что экономика Советского Союза непростительно отстает. Нужен новый индустриальный рывок. Нужны высокие темпы роста производительности труда. Нужно осваивать новые виды техники, новые виды промышленной продукции, промышленного производства. Нужно проводить серьезные реформы, серьезные преобразования в агропромышленном секторе. А вот этого ничего не делалось за предшествующие, как считал Горбачев, десятилетия. Десятилетия, начиная с 1965 по 1985 год. Хронологически именно этот период и стал называться застоем. Поэтому нужно от этого застоя отойти. Нужно, опять же, совершить вот этот самый экономический прорыв, экономический рывок. А в качестве альтернативы Горбачев как раз предлагал термин ускорение экономического производства. И тогда мы вот эти накопившиеся от прошлого проблемы будем решать. Ну а позднее, к сожалению, термин «застой» стал обозначать застой во всех практически областях жизни советского общества того времени. А вот это, пожалуй, уже было все-таки достаточно предвзятым мнением. Хотя бы уже потому, что, наверное, невозможно было бы совершить перестройку, которую многие воспринимали тоже как некий прорыв в будущее, без той подготовки и общественной, и идеологической, и политической, которая происходила как раз в период вот этого 20-летия, 65-85 годов. Если бы там был застой, то уж вряд ли было бы возможно говорить о серьезных преобразованиях и серьезных реформах. Поэтому данный термин сейчас практически не используется в учебной литературе. И это следует считать справедливым, объективным. Но в публицистике он нередко еще встречается. Хотя, опять же, стоит помнить его исключительно экономический подтекст. Ну а если говорить о развитии советской экономики в данное время, то здесь, наверное, имеет смысл выделить три этапа. Первый этап — это 1965-й, примерно до середины 70-х годов. Этап, который был связан с проведением экономической реформы под руководством председателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича Косыгина. Или Косыгинской реформы. Косыгинская реформа интересна тем, что здесь впервые была предпринята попытка введения рыночных элементов в советское плановое хозяйство. Было ясно, что мало просто приказать, мало командовать предприятиями. Недостаточно спускать им сверху какие-то плановые показатели и потом требовать от предприятий, чтобы они их, безусловно, выполняли. Необходимо заинтересовать предприятия в эффективной работе. А как это сделать? А сделать это можно за счет внедрения вот этих вот рыночных элементов. И один из этих элементов носил название хозрасчета, хозяйственного расчета. Что же такое хозрасчет? Хозрасчет впервые появился в нашей экономической практике еще в 20-е годы. А вот примитивно к 60-м годам он означал введение принципов, согласно которым предприятие производит продукцию, реализует часть этой продукции государству и, соответственно, выполняет план, выполняет плановые показатели. А вот та продукция, которая у предприятия осталась сверх плана, остается фактически в его распоряжении. И этой продукцией предприятие уже может распоряжаться так, как сочтет нужным. Ну, конечно, поскольку у нас рынка не было на тот момент, то шла речь о том, что предприятие может эту продукцию также сдавать государству, но при этом деньги, которые получат предприятие, будут его прибылью. И эта прибыль пойдет на решение самых разных вопросов. Может быть и модернизация предприятия, может быть строительство детских садов, каких-нибудь пионерских лагерей, которые будут при этом предприятии развиваться. Ну и, конечно, может быть премиальные фонды, могут быть развиваться дополнительная оплата труда работников. То есть, вот это как раз считалось, будет серьезно стимулировать работников в их заинтересованности в труде. Помимо этого, реформа Косыгина означала также и повышение закупочных цен в сельском хозяйстве. И также здесь был введен норматив, что 50% сверхплановой продукции, которую сдает колхоз или совхоз государство, будут оплачиваться по более высоким ценам. И это также даст прибыль колхозу или совхозу. Были введены паспорта для колхозников. Было введено пенсионное обеспечение. И, наконец, была введена ежемесячная зарплата. Что тоже для советской деревни было совершенно необычным явлением. Потому что еще с времен коллективизации привыкли к тому, что на деревню смотрят исключительно как на источник для пополнения бюджета. Но никак не на сферу, область, куда необходимо вкладывать деньги. Не извлекать оттуда какие-то средства. Наоборот, отдавать их. В целом, Косыгинская реформа развивалась успешно. И восьмая пятилетка показала выполнение по всем основным параметрам, по всем основным направлениям. Не случайно потом ее стали называть золотой пятилеткой. Правда, позднее, уже середины 70-х годов, в отдельных отраслях народного хозяйства начались сбои. Началось снижение производства. Снижение темпов роста. Вот это тоже важно отметить, потому что именно это определялось как некий застой, который у нас осуществился в экономике. С середины 70-х годов начинается новый период экономического развития. Связан он был с существенным ростом цен на нефть на мировых рынках. Мировой энергетический кризис, который поразил страны Западной Европы, Японию, для Советского Союза, в принципе, был выгоден. Выгоден был потому, что наша нефть стала очень высоко цениться на мировых рынках. Конечно, это давало очень высокие доходы бюджет. Но это же приводило к тому, что очень многие министры, очень многие руководители предприятий считали, что им теперь уже нет смысла добиваться каких-то эффективных показателей по хозрасчету. Все равно денег в государстве много, и всегда есть возможность любые запросы удовлетворить. Это позднее привело к тому, что многие предприятия просто перестали проводить модернизацию своего собственного оборудования. А зарплаты и премии выплачивались по-прежнему. Ну и, наконец, третий период экономического развития Советского Союза был связан уже с деятельностью Юрия Владимировича Андропова и Константина Устиновича Черненко на посту генеральных секретарей ЦК КПСС. Оба этих советских лидера считали необходимым проведение существенных реформ, существенных преобразований. Считали необходимым реанимировать те принципы хозрасчета, экономической реформы Косыгина, которые оказались забыты за последние 5-7 лет. В реальности, действительно, особенно в период управления Андропова, очень многого удалось добиться и в плане экономического роста, и в плане введения новых форм управления. В частности, началась работа по внедрению в жизнь закона о трудовом коллективе, который давал достаточно большую самостоятельность предприятиям. Андропов также большое внимание уделял усилению дисциплины, трудовой и производственной дисциплины на предприятиях. Но добиться существенного роста не удавалось, и, собственно, здесь и по-прежнему показатели темпа роста были не очень высокими. В то же время нельзя отметить и реальных достижений советской экономики, которые произошли вот в этот 20-летний период. Прежде всего, здесь нужно отметить освоение новых земель, новых территорий. Это освоение Тюменского нефтегазового бассейна. Собственно, благодаря ему Советский Союз и смог воспользоваться вот этой выгодной энергетической конъюнктурой, которая сложилась после 1974-1975 года. Если бы не было Тюменской нефти, вряд ли можно было бы рассчитывать на вот такого рода доходы. Началось создание территориально-производственных комплексов, объединений, которые включали в себя не только предприятия добывающие, но и обрабатывающие промышленности, а также транспортную инфраструктуру. И вот здесь очень ярким примером стало строительство Байкала-Амурской магистрали, железной дороги, которая шла параллельно Транссибу и призвана была помочь освоению Южной Якутии, Южно-Якутского территориально-производственного комплекса. Здесь были очень большие залежи каменного угля. Предполагалось, что здесь можно будет найти и месторождение нефти, ну и также достаточно большими были запасы руд цветных металлов. Нужно отметить также и строительство новых заводов, в частности автомобильных заводов. Волжский автомобильный завод в Тольятти, который практически решил проблему так называемого народного автомобиля, весьма популярного среди советских людей машины Жигули. Здесь необходимо отметить и строительство КАМАЗа, автомобильного завода по производству тяжелых грузовиков в набережных Челнах. Можно отметить строительство АТОММАШа, завода атомного машиностроения в городе Вольске. И, конечно, здесь необходимо помнить, что многие заводы как раз благодаря реформе Косыгина прошли необходимую модернизацию. И, опять же, передовые технологии, передовая техника внедрялась на этих заводах, внедрялась уже в соответствии с теми запросами, которые диктовал мировой уровень развития науки и техники. Но, с другой стороны, были и серьезные проблемы в расходовании средств. В частности, одним из ярких примеров попыток подобного рода неэффективного расходования стал проект переброски сибирских рек в Среднюю Азию. Позднее от него отказались, но сам по себе подобного рода проект говорит о многом. То есть, наличие достаточно большого объема денежных средств в бюджете можно было направлять и на строительство действительно необходимых, важных для народного хозяйства объектов. Но можно было расходовать и вот таким вот образом. Что касается политического развития Советского Союза, то здесь мы должны отметить, прежде всего, принятие Конституции СССР в 1977 году. Конституция строилась на основе предшествующей Конституции 1936 года, но в нее были внесены уже дополнения, поправки, которые были вызваны жизнью, которые были вызваны обстоятельствами уже послевоенного времени. В частности, были расширены права советских людей, появились статьи о праве на труд, праве на отдых, обязательное среднее образование было введено как конституционная норма. Это было тоже очень важно для советского общества того периода. Ну и, конечно, в Конституции были зафиксированы положения о политическом устройстве Советского Союза. А здесь мы видим, что советская власть, Верховный Совет СССР признавались, безусловно, ведущими, главными органами управления. Но шестая статья Конституции СССР предусматривала, что руководящей и направляющей силой советского общества является КПСС, Канунистическая партия Советского Союза. Вот это была такая политическая инновация, потому что общая мировая практика показывает, что политические партии могут быть одними из основ государственной системы, причем должна быть многопартийная система. А здесь диктовалось, что, по сути, КПСС сливается с государством, сливается с государственным аппаратом. И, конечно, неполным был бы наш разговор о политической системе без характеристики, хотя бы и краткой, основных лидеров того времени. Но преемником Хрущева стал Леонид Ильич Брежнев. Брежнев по своему характеру был человеком гораздо более предсказуемым и более либеральных взглядов, чем Хрущев. В нем отсутствовало стремление подавлять, стремление к волюнтаризму, которое было характерно для его предшественника. Но период правления Брежнева закончился, к сожалению, весьма тяжелой его болезнью. Последние годы его жизни он как руководитель уже не мог проявлять, может быть, той степени активности, которая требовалась на посту генерального секретаря ЦК КПСС. После его кончины в 1882 году генеральным секретарем ЦК КПСС стал Юрий Владимирович Андропов. Для Андропова было характерно критическое отношение к многим реалиям советской жизни того времени. Андропов много знал о состоянии советского общества, хотя бы уже потому, что по своей прежней должности он руководил комитетом государственной безопасности. И у него была очень большая информационная база о положении в стране. Реформы, которые, как в сегодняшней лекции уже говорилось, экономические реформы, прежде всего, он предполагал проводить весьма радикально. Но, опять же, в силу состояния здоровья не смог руководить страной длительный период. И последний из генсеков, из генеральных секретарей ЦК КПСС, был Константин Устинович Черненко. Его пребывание на этом посту продолжалось чуть больше года. Ну и, пожалуй, единственным таким ярким примером, когда можно было бы считать его правление, это была школьная реформа. Основные положения, которые были утверждены как раз в 1984-м, в начале 1985-го года. В соответствии с этой школьной реформой вводилось 12-летнее обучение и целый ряд новых предметов. Но, в общем и целом, политическое и экономическое состояние Советского Союза в этот период было достаточно стабильным. Поэтому многие историки-публицисты склоняются к тому, чтобы не называть этот период периодом застоя, а называть этот период периодом стабильности, периодом даже определенной стабилизации советского общества, Советского Союза. Но эта стабилизация, конечно, не означала какого-то мертвого состояния. Наоборот, стабилизация, которая предполагала, что в будущем, впоследствии, экономика и политика могут выйти на новые рубежи, на качественно новый этап, который, как в начале лекции мы об этом говорили, был провозглашен уже Горбачевым после 1985-го года. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok